16-й международный фестиваль Viva Opera завершил работу. Финальным аккордом стал галоконцерт, который прошел на сцене Магнитогорского драматического театра. География его участников, как всегда, была впечатляющей. Арии и дуэты из популярной мировой классики магнитогорцам представили мастера оперной сцены из России, Казахстана и Китая. Галоконцерт оперного фестиваля для магнитогорцев всегда большой праздник. Ведь именно здесь можно услышать любимые арии из самых популярных оперных произведений. Причем в самом искусном исполнении, поскольку галоконцерт – всегда знакомство с новыми именами. И этот год не стал исключением. Первым открытием вечера стал бас-баритон из Москвы Георгий Кимов. Хоть я объездил уже много стран и городов, я должен вам признаться, что я никогда в жизни не видел такого впечатляющего зрелища, как магнитогорский металлургический комбинат. И вкупе с монументом тыл фронту он у меня произвел такое колоссальное впечатление, такой энтузиазм. Знаете, порыв души, духовный. Чувствуешь сразу всю ширину, мощь необъятную нашей Родины. Это потрясающе просто. Такое же сильное впечатление на зрителей произвел и сам Георгий. Варе и Дона Паскуаля 27-летний солист сумел удивительно точно передать чувство пожилого человека, влюбленного в юную девушку. Очень тепло публика встретила и мецо-сопрано из Москвы Полину Шамаеву. Благодаря многочисленным просьбам горожан это уже третье выступление солистки на фестивале. На этот раз она пристала в разных амплуа, вновь впечатлив многогранностью своего таланта. Это развитие в первую очередь для артиста. Мы же не можем останавливаться и каждый день. Это совершенствование, открытие новых партий, новых персонажей, погружение в историю. Это очень важно. Приятным сюрпризом стало выступление зарубежных солистов, которые представили национальные хиты. В частности, китайским тенором Ян Пу была исполнена ария из оперы «Великий поход», написанная известным композитором Поднебесной Ин Чин. Это опера, это ария, это что, как по-русски подумаю, это просто у нас тоже есть в своей жизни, но это что в жизни самое важное – это верить и любовь. Это что для нас, для вас тоже. Музыкальную жемчужину своей страны представил и казахский тенор Медед Читабаев. Он спел песню известного композитора, поэта и философа Абая Кунанбаева, посвященную красоте родного края. Моя бабушка, получается, со стороны мамы, она из рода Абая, то есть в этом ауле родилась, получается. Это для меня очень близко, и песни Абая для меня очень близки душевно. Я думаю, что зрители услышат нотки нашей степи, нашей красоты. Но все же самым ожидаемым в этот вечер было выступление солистки-стажера Московского музыкального театра Марии Лупаревой, которой критики совершенно не безосновательно, по мнению магнитогорцев, единогласно пророчат большой мировой успех. В этот вечер на сцену вышли более 20 исполнителей, в число которых вошли и магнитогорские солисты. Зрители стали свидетелями блестящей дуэли четырех теноров, а также услышали волнующие интермецы из оперы «Сельская честь», которую маэстро Ренаджи Ганшин посвятил памяти Сергея Пускепалиса. Слово «месте с гостями» магнитогорцам удалось подарить зрителям незабываемый праздник оперного искусства, который еще долго будет согревать сердца всех его участников. Впечатления колоссальные. Я раньше по телевидению смотрела, показывают Австрию, Норвегию, Финляндию. Люди сидят и подпевают. Я так завидовала, думаю, ну когда же я так смогу выбраться. Но вот сегодня я в такой же ситуации, но у нас магнитки. Спасибо большое.